Это юношеская футбольная лига 3, возрастная категория до 17 лет. Я, честно говоря, пока не знаю, чем была вызвана небольшая задержка по времени. Возможно, какие-то проблемы с протоколом, возможно, какие-то проблемы с амуницией уже в подтрибунном помещении возникли у футболистов. На дальнюю штангу или на линию вратарской. Хороший, но не состоявшийся опасный момент создал локомотив. И в дальний удар в исполнении Кирилла Челаева. Неплохо приложился Кирилл метров с 30, наверное. Андрей Платонов забирает мяч. Я бы сказал так. И поле на Сапсан-арене всегда в хорошем состоянии. Но, тем не менее, от него тоже можно ждать подвоха в любую минуту. Подскальзывается игрок в ЭШМ, продвигается дальше Аксенов. И можно отсюда пробить низом. Платонов тащит мяч и со второй попытки фиксирует его в своих руках. Ну что же. Арсений Тарасов хорошую передачу получает и пытается сразу в касание сыграть. Саранчуков! Нет! Платонова переиграть с близкого расстояния у Виктора не получается. Пытался он в касание мимо Платонова мяч пробросить. Платонов его в воскресенье, то есть на день следующий. Самараковский пробрасывает мяч себе на ход. Падает защитник Самараковский. Саранчуков Тарасов, наверное, скомандовал Саранчукову мяч пропустить. Ну и защитник. Красавец. Олег Кеппер. Быстро. Гренадер. Высокие, мощные, напористые, настырные в хорошем смысле этого слова. В 2007 года это Саранчуков. Так, атаку досмотрим. Удар Виктора Саранчукова рядом со штангой. Мяч пролетает. Ну вот только-только я начал о Викторе рассказывать. Небольшую справочку давать. Как тут же он после скидки Тягунова пробил. Аксенов. Его никто не встречает. Аксенов делает передачу вперед, закручивая мяч. Шигапов зазевался. Тарасов на перехвате. Продвигается дальше. Тарасов. Тягунов. Тягунов. Можно забивать отсюда, но Тягунов бьет во вратаря. Еще один хороший момент. Локомотив создает. Нарушение правил. И желтая карточка за симуляцию появляется в руках у главного арбита. Сразу два повреждения у нас. Смотрим повтор удара Тягунова. Здорово сместился Денис. Пробил. Но удар как следует не получился. И вот уже падая, возможно, мышцу дернул Платонов. Тарасов схватился сразу за пах. Ой-ой-ой-ой-ой. Это опасно. Уже пошла. Бондарь. Аксенов. Не очень удачная передача с фланга. На этот раз низом решили разыграть. Тарасов. Один совершенный. И Платонов. Платонов великолепен. Хотя было в сайт. У Арсения Тарасова. Малахов. Две девяточки на поле у нас в единоборстве сошлись. Малахов и Самараковский. Во втором тайме не очень заметен. Виктор Саранчуков был до этого момента низом в дальний угол. Есть юбилейный гол Виктора Саранчукова в этом сезоне. Десятый по счету. Виктор Саранчуков. По сути его стартовые 14 минут второго тайма не было видно. Исправляется Саранчуков за свой промах в Егорьевске. Браво. Локомотив таки выходит вперед. Чаще всего на девятом поле. Ну, на поле номер девять. Так называемым шикарным видом на столичную природу. Саранчуков. Саранчуков. Кто первый? Саранчуков. Ворота пустые. Отсюда пробить будет сложно. А вот отсюда защитник спасает свою команду. Крюков. Можно ли сказать, что отмазался за проигранную борьбу Саранчукову в эпизоде с голом? Виктор очень много потратил сил на этот забег. Посмотрите, и вот здесь рывок. И вот здесь поле он только что покинул. Разыграли угловой. Здорово пяткой. Дементьев. Сильный. То ли удар, то ли прострел. Может быть увидел, что начал уже читать эпизод Платонов. И решил его подловить. Даниил Дементьев. Малахов бежит прессинговать Нужу. Хананов. Сильная передача. И вот чистый выход. Один на один. Момент для ФШМ. Ну как же так? Какая возможность была на предпоследней минуте основного времени. Сейчас Алексей Смирнов грустно выдыхает. Потому что вот он был шанс. И все, друзья. Финальный свисток. Александра Беспалова фиксирует победу Локомотива над ФШМ со счетом 1-0. Единственный мяч забил Виктор Саранчуков на 55-й минуте.